Артефакты времен Украинской революции, начало прошлого века. В Национальном музее истории Украины показали оригинал акта Злуки, подписанного между Украинской и Западноукраинской народными республиками. Впервые выставили отреставрированный серебряный погребальный венок сечевых стрельцов. Все своими глазами видел корреспондент ЮЭТВ Артем Хоменко. Шесть с половиной килограммов серебра – уникальная работа ювелиров прошлого. Этот венок сто лет назад на могилу погибших сечевых стрельцов положили руководители директории Украинской народной республики Симон Петлюра и Владимир Винниченко. В 20-х годах прошлого века он оказался в фондах музея истории Украины, где о нем практически забыли. Я думаю, ученые в советское время, возможно, специально не акцентировали на этом экспонате внимание, чтобы его не заставили уничтожить или переплавить. Так венок сохранили до наших дней. К столетию Украинской революции решили восстановить. В благодарность тем рыцарям, которые тогда пытались отстоять нашу независимость, мы поняли, что наш долг отреставрировать этот венок. Один из реставраторов Сергей рассказывает, к ним доставили не венок, а металлолом. Нам он в реставрацию пришел в фрагментарном виде. Элементов было более 120. Честно говоря, страха никакого не было. Мы и более древние вещи реставрируем. Просто видя тот объем, который предстоит работы и то плачевное состояние, в котором он находился, да, мы понимали всю степень ответственности и нагрузки, которая на наши плечи ложится. Сергей признается, венок сечевых стрельцов – один из самых сложных и трудоемких проектов, с которыми ему пришлось толкнуться. Мы сделали макет, чтобы не экспериментировать с самим экспонатом и с этими отдельными листиками. Макет сделали из такой же пробы серебра и экспериментировали с припоями на нем. Здесь мы работали уже точечно, с правильно подобранным припоем, без рисков для венка и элементов венка. Трое реставраторов восстанавливали венок год. Паяли каждую ветку и листок. Вы видите, они дрожат прямо от малейшего дуновения. Восстановленный венок из серебра 870-й пробы покажут и за границей. Когда у кураторов выставки возникло желание показать этот венок в Нью-Йорке в Украинском музее, позиция нашего музея и ее поддержало правительство была прежде, чем этот венок увидят в мире, сначала его должны увидеть украинцы у себя дома. В экспозиции под названием «Рыцарем Украинской Народной Республики посвящается» также можно увидеть оружие, фотографии и награды. И, конечно, оригинал акта – воссоединение Украинской Народной и Западно-Украинской Народной Республик. Выставка продлится до конца февраля. Артем Хоменко и Сергей Смирнов, UATV.